Сегодня состоялось 50-е пленарное соседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели два десятка вопросов, в их числе внесение изменений в законодательные акты о социальных гарантиях, нотариальной деятельности, налоговые послабления по некоторым направлениям, проект бюджета республики и ряд других вопросов. Подробности у Артура Мхце. Большинство вопросов, которые депутаты рассмотрели на очередной сессии Народного собрания, ранее уже прошли определенную процедуру прений и согласований на заседаниях профильных комитетов. Так, один из наиболее, пожалуй, интересных касался законопроекта, в котором отражены поручения главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова, парламенту и правительству в сфере здравоохранения и социальной политики. Это увеличение единовременной выплаты за третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей, повышение размера республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч, а также доведение компенсации за обучение детей из многодетных семей, где один или оба родителя являются инвалидами с 30 до 50 процентов. Мы с коллегами с Министерства труда и социального развития разработали законопроект, в котором отражены были поручения главы Карачаева-Черкесской республики, прождество Рашиды Тимрезова, в частности, о поддержке отдельных социальных групп. В частности, там о повышении регионального материнского капитала, о единовременной пособии при рождении третьего ребенка, ее увеличении размера социальной поддержки при обучении в колледжах, в очной форме многодетных семей, где один или оба родителя инвалиды. Предложенные дополнения положительно скажутся на уровне благосостояния отдельных категорий населения. Несколько рассматриваемых депутатами вопросов касались финансовой составляющей, в частности, первое чтение бюджета республики, исполнение расходов, налоговых послаблений по некоторым видам деятельности. Льготы, в первую очередь, призваны помочь нашим предпринимателям. Также непростое время и у них. Здесь у нас идет, во-первых, поддержка. А такие основные новеллы – это поддержка туристической деятельности, кто имеет места временного проживания, соответственно, для них снижена ставка. И для всем известных наших предпринимателей, которые производят текстильную продукцию. Но здесь мы немножко сделали условие, что количество наемных работников должно быть. То есть эта льгота кратковременная, если он набирает людей, трудоустраивает. То есть пытаемся решить две задачи – помочь предпринимателю и помочь людям устроиться на работу. По словам министра финансов республики Вадима Камышана, на данный момент оценка выпадающих доходов позволяет рассматривать предлагаемые льготы для поддержки предпринимателей. На заседании также были обсуждены изменения в законодательные акты о нотариальной деятельности, государственной службе, о комиссии по надзору за несовершеннолетними, ответственно обращение с животными, градостроительная политика в регионе. Артур Мхцемураджан-Кезов, Вести, Карачао, Черкесия.